Сегодня я формально расскажу, как синхронизировать Obsidian с мобильным и вообще со всеми вашими устройствами через SyncThink. Но тема гораздо шире. Потому что приложение, которое мы рассмотрим, кстати, опенсорсное приложение, сделано для синхронизации всех ваших устройств. И синхронизация Obsidian лишь следствие. Ну просто я про это обещал рассказать в курсе по Obsidian и обещание выполнять. Там я, правда, говорил про синхронизацию через GitHub, но мне не пришло в голову, что на бесплатном тарифе в git ограничение всего в 500 мегабайт. А этого мало для базы знаний. То есть это не вариант и я начал искать. И вот буквально вчера наткнулся на SyncThink. И это бомба. Donation тут, прямо скажем, заслуженная кнопка. Скачиваем под винду. Также работает под macOS и летает. Все. Запускаем. Разрешаем доступ. Можно отправлять daily report. Ну и, собственно, все. Это SyncTracer. Приложение для винды. Да еще и с русской локализацией. Чтоб я так жил. Добавляем папку. Это папка на вашем компьютере, которая будет синхронизироваться. Можно выбрать любой путь к папке, прописав его внизу, в пути. Но меня устраивает в корне пользователя, только название поменяем. Все. Дефолт фолдер можно удалить. И в действиях нажимаем показать ID. Это ID вашего устройства, которое нужно добавить на другое устройство, чтобы они синхронизировались. Можно скопировать ID и вставить, можно воспользоваться QR-кодом. Воспользуемся QR-кодом, а для этого идем на мобильный. Здесь приложение так и называется SyncThink. Скачали, установили. Это я не проверял, но, по-моему, он запрашивает впоследствии разрешение на доступ к конкретной папке при синхронизации. И, возможно, здесь доступ можно не давать. Разрешение на доступ к местоположению вроде не нужно и оптимизацию батареи лучше отключить. Батарею немного потребляет, но если вы не постоянно пользуетесь Obsidian на всех устройствах, то синхронизацию можно и отключать. Ну и, собственно, все. По умолчанию он добавил папку с камерой на телефоне, но мне это не нужно, у меня синхронизируется фото через Google, так что удаляем. Можно создавать здесь свои папки и синхронизировать их. Ну, то есть синхронизировать разные папки с разными устройствами. Я говорю, это бомба. Но давайте все-таки вернемся к Obsidian, а вы уже сами догадаетесь, какой потенциал есть у SyncThink. Так, нам нужно добавить устройство. Ну, то есть синхронизировать телефон с компьютером. Нажимаем на иконку QR, сканируем QR-код и обнаруживаем, что появилось новое устройство. Добавляем. Имя это для вас, чтобы не запутаться. Все. Спустя какое-то время он подключится. Но пока у нас ничего не синхронизируется. Надо сказать программе, какую именно папку мы будем синхронизировать через это подключение. Папка Obsidian. Предоставляем доступ к подключению Mob. Так мы его назвали. И все. Ну, не совсем все. Но давайте уже, чтобы два раза не вставать, закинем какой-нибудь файлик в папку, чтобы проверить. Даже нет. Даже создадим тут папку, чтобы насладиться всеми красотами. Все. Программа ее увидела, но еще не передала. Потому что на телефоне нужно разрешить принять папку. Вся эта история с разрешениями то там, то там только при первой синхронизации. И вполне логично. А то бы вам насинхронизировали без вашего ведома чего ни попадя. В уведомлениях. Вот на это, кстати, обратите внимание. В push-уведомлениях приходит сообщение, что вам пытаются передать папку. Соглашаетесь и указываете, куда на мобильном вы эту папку положите. Создадим новую. Можно также как-то назвать. И все. Теперь тоже не сразу. По прошествии нескольких секунд на мобильном в папке OBS появляется папка QWERTY, которую мы создали на ПК, а также все ее содержимое. И если мы что-то в эту папку положим, то это незамедлительно появится и на ПК. И соответственно, если мы положим рядом папку с нашей базой данных Obsidian и скажем, что нужно открыть ее как файлы хранилища и на мобильном и на ПК, мы получим синхронизацию двух устройств в реальном времени. А также, подключив еще какое-то устройство, мы получим уже полноценный сетевой ресурс для ведения базы знаний и дополнительно еще синхронизацию папок внутри организации. Тут еще куча настроек, но по меньшей мере можно и даже нужно поставить эти галочки. Запускать при входе в систему и сворачивать в трейн. Сервис мне советовал специалист по цифровой безопасности. Не на сто процентов, но на девяносто пять процентов можно доверять. На сто процентов никому доверять нельзя. Но вообще данные шифруются по ТЛС, ну то есть я в восторге. И считаю, что донейшн в данном случае будет весьма обоснованным. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я Вололомов и Теплица социальных технологий.